Доброе утро, страна! Анна Квилория и Екатерина Антонова снова помогают вам просыпаться. Продолжаем мы это делать в третьем части нашего прямого эфира. И не только мы. Вместе с нами врач-диетолог Светлана Кашинская. Светлана, доброе утро! Доброе утро, Светлана! Доброе утро! О чем поговорим сегодня? Пауза повесла. О чем поговорим? Давайте так. Вы видели, что погода поменялась. Ужас! Не то слово. Называйте вещи своими именами. Ужас, ужас, ужас. И в связи с этим вот сейчас самое опасное время. Потому что вроде бы мы только что разделись, вроде бы солнышко засветило. И знаете, как тяжело из зимней одежды переходить, называется, к летней. А когда ты уже разделся, очень сложно одеться. И сейчас вот возможность простыть, заболеть, она усиливается в разы. Поэтому я сегодня расскажу вам про продукты, которые богаты природными витаминами, антиоксидантами, которые помогают поддерживать работу нашей иммунной системы. Ну, во-первых, сейчас безумно вкусные цитрусовые. А именно апельсины. За счет витамина С они помогают нам поддерживать наш иммунитет. Но это не только апельсины. Это и грейпфруты, это и мандарины, это и лимоны. Дальше, дорогие мои... Ну, сезон, Свет, я была уверена, что... Что после Нового года мандаринов больше нет, да? Нет, они, конечно же, продаются еще. Но я бы советовала все-таки обратить внимание на апельсины. Потому что апельсины сейчас просто божественно вкусны. И это правда. Далее, второй продукт, который я рекомендую ввести, это болгарский перец. Он содержит в два раза больше витамина С, чем цитрусовый. Да ладно? Да, да. Вот этот, который иногда по 26 рублей за килограмм. Ну, к сожалению, так и есть, да? Кстати, он богат еще бета-каротином и цинком. Тогда все понятно, почему 20 рублей. Хорошо, не хотите это, дорого. Тогда вводим брокколи, который содержит много витаминов А, С, Е. А это антиоксидантный комплекс, да. Светлана, а подходит ли замороженная брокколи? Конечно. И, кстати, замороженная брокколи сохраняет абсолютно все свои витамины и минералы. Единственное, я сразу скажу всем. Вот когда вы убиваете эти витамины, когда вы переготавливаете, то есть при термической обработке мы очень легко, и продукты очень легко как раз-таки теряют витамин С. Поэтому, услышьте меня, дорогие мои. Если вы купили там брокколи или цветную капусту в виде кочана, свеженькую, да, то тогда вы варите по будильничку 3-4 минуты. А если вы купили замороженную брокколи или цветную капусту, то вы варите 40 секунд-1 минута. Дальше сразу под холодную воду из-под крана это шоковая такая обработка для того, чтобы дальше процесс нагревания не происходил. И тогда вы свои витамины не потеряете. Дальше. Чеснок. Издавна даже в ранних цивилизациях признавались его противоинфекционные свойства. Он стимулирует иммунитет за счет высокой концентрации такого очень важного вещества, которое называется алицин. В доступе у нас круглогодичный имбирь, который обладает противовоспалительным эффектом и может помочь при боли даже в горле. А можно просто бусы из чеснока, вот как раньше делали, чтобы не пахнуть потом? Вот я скажу честно, моя старшая дочь, она помнит о том, что нас даже в школе заставляли. Я помню, как мы покупали какую-то такую, вот игрушечки были в пластмасске, нам говорили делать там дырочки, я туда ей закладывала чеснок, вешала на веревочку, и она ходила в школу. Это работает вообще? Что? Это работает? Конечно, работает. У ребенка детская травма, конечно, работает все нормально. Ты знаешь, она как раз-таки два дня тому назад мне сказала, мама, помнишь, что ты мне делала вот эти бусики из чеснока? То есть получается, чеснок работает не только тогда, когда мы употребляем его вовнутрь, но и тогда, когда он где-то рядом находится и благорухает? Абсолютно верно, когда мы им дышим, и я ее заставляла с ним даже спать. То есть для того, чтобы, вот когда носик заложен, вот это очень-очень помогает. Света, но все равно не могу не спросить, такой вопрос, есть ли какое-то чудное средство среди продуктов, которое поможет нам после того, когда мы поели чеснока, приятно дышать, нейтрализовать? Давайте я вам расскажу. Есть такое средство, вы просто берете дольку чеснока, разрезаете ее вдоль, и в серединке каждой дольки есть стержень. Он виден, он другого цвета. И если вы его достанете, он в серединке, то на завтра запаха у вас не будет. А на сегодня? А на сегодня, извините, надо есть вместе. У меня противовирусные меры, ничего не знаю. Чеснок отпугивает не только вампиров, но и вирусы. Вот, с таким лозунгом и ходите по городу. Абсолютно верно. Итак, что же еще я хочу порекомендовать? Шпинат. Потому что он не только богат витамином С, но и содержит множество антиоксидантов, бета-каротин, которые помогут повысить способность нашей иммунной системы бороться с инфекциями. Дальше давайте, дорогие мои, не забывать про кисломолочные продукты. Ну, конечно же, без красителей, без ароматизаторов, в которых бифида и лактобактерии, которые нормализуют нашу кишечную микрофлору и которые помогают поддерживать работу иммунной системы. И синтезируют витамины К2, В12, биотин, стакан кефира, выпитого на ночь. Это полезнейшая иммуномодулирующая припищевая привычка. Если, конечно, у вас нет инсулинорезистентности, дорогие мои. Итак, дальше орехи. Потому что они богаты не только альфа-линоленовой омега-3 жирной кислотой, но и магнием, селеном и витамином Е. Этот жиростворимый витамин помогает в организме работать витамину С, то есть является его другом, а по-научному синергистом. А какой орех самый богатый? Ну, я скажу, что самый полезный. Вообще орехи все очень полезные, но самые полезные это фундук, миндаль и бразильский. А знаете, какой самый неполезный? Это арахис. И еще желательно жареный и соленый. Вот этот вот точно не берем. Да, и на него, кстати, очень часто у людей, прям очень часто, аллергическая реакция. Далее. Без природного, вот чтобы вы понимали, витамина Е, наша иммунная система организмам может дать сбой. И в помощь нам еще некоторые продукты. Куркума. Эта ярко-желтая пряность содержит куркумин, обладающий иммуномодулирующими свойствами. Поэтому куркуму я советую просто поставить рядом с солью и перцем и добавлять во все, что вы готовите всегда. Обращаю внимание еще на один фрукт. Киви. Это один из полезных фруктов, в котором содержатся фалаты, калий и витамин С. Кстати, витамина С там гораздо больше в 10 раз, чем в цитрусовых. Ничего себе. Да, так и есть. Семена подсолнечника, потому что они богаты фосфором, магнием и витамином В6 и Е. Все, теперь легально можно щелкать семечки. Кстати, не жареные. И не соленые. Не жареные. Ну как это не жареные? Вот так, берем не жареные. Вот возьмите себе на заметку, поставьте перед собой, что полезно. Кунжут, да, семена льна и тыквенные, например, семечки и семечки подсолнечника. Как мы используем? Делаете салат и в каждый день кладете одну чайную ложку чего-то. Ну и в каши можно добавлять. Легко. Там кто-то говорит, что семена чия это суперфуд, а вот у нас в Беларуси есть семена льна. Тот же самый эффект, тот же абсорбентом является, да? Поправьте меня, Светлана. Да, абсолютно верно, потому что, ну слушайте, семена чия более такой раскрученный... И экзотический. Да, экзотический для нас продукт. Хотя семена льна вообще ничуть не уступают. Но только сразу говорю о том, что они не действуют и не дают все эти полезные вещества, которые они нам приносят, и вообще не очищают, скажем так, нас, если мы их целиком насыпаем. Их нужно обязательно растолочь и после этого посыпать. Но, знаете, моя подруга из Москвы услышала от меня вот это, вот эту мою историю, что их нужно растолочь. Говорит, господи, я с тобой дружу 25 лет, а ты мне не говорила, что их нужно растолочь, а я их все время целиком бросаю. Так себе вы подруга. И она мне говорит, сегодня же возьму кофемолку, смолю и поставлю в баночки. Я говорю, стоп, этого делать нельзя. А почему? Потому что если мы их смолим и поставим, то все полезные свойства они теряют через 12 часов. В общем, делаем это перед употреблением. Да. Мы вас поняли. Светлана, на самом деле, из того, что вы перечислили, можно скомпоновать такой очень вкусный завтрак. И совсем не нужно есть что-то невкусное. Только вот чеснок мне не нравится, но извините, это мое личное. Чеснок в кашу, конечно, не добавлю. Да. Завтрак получается замечательный. Один вопрос. Кофе как-то поможет нашему иммунитету? Давайте так. Кофе не помогает иммунитету. Но и не мешает. Но не мешает. Абсолютно верно. Потому что основная все-таки функция кофе – это тонизировать нас. Но самое плохое, что мы можем сделать для нашего организма – это выпить кофе на голодный желудок. Этого делать категорически нельзя. Во-первых, кофе на голодный желудок закисляет нас. Это первое. А нам нужно ощелачивать организм для его здоровья. И, кстати, самый ощелачивающий продукт – это лимон. Так вот, и второе, что важно, что утром мы встаем, у нас высокий кортизол. И на голодный желудок выпитый кофе еще больше способствует поднятию кортизола. И так мы получаем кортизоловый живот, который вы потом не можете согнать. То есть начинаем утро со стаканчика водички с соком лимона. Вы знаете, как в воду глядел наш футблогер Анатолий Моисеев, он не стал нам предлагать наше утро начинать прямо исключительно только с кофе. Он предлагает нам кофейное суфле сделать, в том числе с ягодами. Сейчас мы посмотрим этот завтрак, и на нашей замечательной Светлане Кашицкой мы говорим большое спасибо за то, что мы теперь будем обязательно здоровее.